Добрый вечер, мои дорогие друзья и мои дорогие подписчики. С вами снова я, ваш горячо любимый и не совсем активный Алан Зар. Сегодня я появился неспроста. У меня сегодня особенный день. У меня сегодня день рождения. Стукнуло, наконец, 31. Я, наконец, достиг той черты, когда уже начинаешь понимать, что свою рок-группу уже поздно создавать. И приходит некое понимание того, что пожелание здоровья на каждый мать его день рождения и такое же, и бессмысленное. И, наконец, я достиг той фазы, когда начинаешь понимать, что наша жизнь, она довольно быстротечная, жизнь мимолетная. Вот этот период с 30 до 31 года, этот несчастный год, он пролетел так мимолетно, я даже не осознаю, не могу даже вспомнить, что было за этот год. Я не знаю, с чем это связано, но я понимаю только одно, что я не могу тратить свое время зря. И я хочу максимально проводить его с пользой. Не только со своими пациентами в больнице, но и с вами, мои дорогие подписчики. И поэтому я сегодня здесь с вами. И сегодня проект, который мы будем с вами проходить, как раз-таки об этом. О том, что наша жизнь быстротечна и надо вкладывать смысл в каждый свой день. Это игра о жизни и смерти. Я бы даже с трудом бы назвал это игрой. Это больше симулятор ходьбы. Эта игра была разработана в далеком 2015 году компанией V-Chinese Room. Точнее, эта игра разрабатывалась с 2012 по 2015 год. Я сам являюсь администратором группы разработчиков V-Chinese Room ВКонтакте. Нас примерно 2000 подписчиков. Если вам интересна будет данная тема, заходите, подписывайтесь, почитайте наши посты. Это очень интересно. Ну, чтобы не терять время, давайте начнем. В дальнейшем, по ходу дела, я буду объяснять, что здесь и как. Так. Хроники последних дней. На самом деле, хроники последних дней – это русская локализация. На самом деле, игра называется Everybody's Gone to the Rapture. То есть, в переводе с русского, точнее, с английского на русский, это переводится как «все ушли в восторг» или «восхищение». Ну, здесь больше замешаны именно английские религиозные догмы. Если кому-то интересно, заходите, почитайте. Что же значит восхищение в религиозном, в религиозных моментах непосредственно в Англии, в Великобритании. Я давно в эту игру не играл, честное слово. Если мне не изменять память, возможно, я сидел за ней в 16-м или 17-м году. В последний раз. Говорит доктор Кэтрин Коллинз. Не знаю, услышит ли это кто-нибудь. Все кончено. Я осталась одна. Прекрасная музыка. Аж ностальгия заиграла. Компания Вечан из Рум. Всех ехали в Репчур. Красота. Эта картинка никогда не надоест. Вот, клянусь. И представьте себе, мы уже в игре. И это сама игра. Краски просто восхитительные. Уникальные. На самом деле, компания Вечан из Рум, она инноваторская в сегодняшнем понимании. Потому что они создали игры, которые полностью меняют само понимание, что такое игра. Ну, в стандартном понимании. Это больше арт-хаусы в мире видеоигр, считайте. Вот, например, их первая игра. Это Дир Эстер 2012 года, которая на самом деле сначала являлась модом для Half-Life 2. Но потом они добили ее до ума и превратили в некий шедевр, который ни с чем не сравним. До сих пор считается многими критиками величайшей работой современности. Это астрофизическая обсерватория. Одно из ключевых мест в данной игре. Валис Обсерватерий. Кстати говоря... Ладненько. Потом расскажу. Давайте-ка начнем сначала. Не буду раскрывать все карты с первого дубля, как говорится. Буду передавать, пока смогу. Если расчеты верны, сигнал можно принять по всей долине. Это... Событие. Оставило следы. Мы их пока не понимаем. Но нужно продолжать работу. Пытаться разобраться. С их помощью можно найти то, что вы ищете. Все ответы здесь. Свет содержит ответы. Вот так вот, ребята. Вот теперь начинаем думать. Событие, на самом деле, происходит в далеком 1984 году. Это Англия. Деревня Ятон. Округ. Шропшир, по-моему. Если я не ошибаюсь, я уже забыл. Конечно, велосипеды немножко деревянные сделаны здесь, но природа здесь отменная. Здесь ничего лишнего нет. Все прорисовано, вплоть до мелочей. Смотрите, какой крупный радиотелефон. Сейчас такие особо нигде не увидишь. Вы слушаете обращение комитета по чрезвычайным ситуациям. Теле- и радиовещание передано комитету в соответствии с законом 1982 года о чрезвычайных ситуациях. Не выключайте теле- и радиоприемники. Оставайтесь дома. Избегайте контактов с людьми. Не пытайтесь совершить звонок за пределы региона. Сохраняйте спокойствие. Ожидайте новостей на этой частоте. Все довольно-таки предсказуемо. Обычно это... Какие-то звуки странные. Отсюда причем. Не припомню здесь я таких звуков. Но такие сообщения обычно мы все получаем. А на самом деле все эти сообщения скрывают истинный смысл того, что может произойти. Мягко говоря, такими сообщениями пытаются одурманить мирных жителей. И под прикрытием этих сообщений вытворять всякие гадости. Я как раз имею ввиду властей. Так. Дайте-ка я здесь сейчас вспомню, как это делалось. Угу. У меня есть работа, я пытаюсь ее делать. Внутри будете только вы вдвоем. И если питание на главных воротах отключится, из обсерватории будет не выйти, да и не войти. Для того там стоят резервные генераторы. Господи, да зачем мы вообще это обсуждаем? Не приходите ко мне жаловаться, если застрянете. Если застрянем, то как мы сможем к тебе прийти? Давай мы будем думать о всяких умных штуках, а ты будешь листья подметать и менять лампочки. Договорились? Теперь вали. Придурок. Хе-хе-хе-хе-хе. Пора начинать. Вот так. На самом деле, подобные эпизоды мы будем часто встречать на нашем сайте. По сути, это воспоминания. И тех событий, которые произошли в данной деревушке. Ну, довольно жестко. Я как считаю, это было довольно-таки несправедливо. Так, по отношению к дедушке. Можно было бы помягче. Красота. Только посмотрите. Посмотрите. Ох, сто лет не играл в эту игру. Но мощь этой картинки она не отпускает. Очень красивая и музыка, и картинка в сочетании. Это превращается просто, я не знаю, в некий шедевр произведения искусства. На самом деле, музыка, которая играет в этой игре, была написана, на мой взгляд, величайшим композитором в игровой индустрии, Джессикой Карри. Женщина-композитор. Они как раз разрабатывали вот эту игру вместе с мужем. Она 73-го года рождения. И она давно уже, с 2016 года, отошла от дел в целом после разработки данной игры. Поскольку у нее, я бы не хотел раскрывать с точки зрения врачебной тайны о том, какое у нее заболевание, поскольку мы с ней все-таки переписывались давно. Но у нее есть некие особенности, которые позволяют ей писать именно такую гармоничную, я бы сказал, в неком смысле церковную музыку даже. Она просто гениальна. И, кстати говоря, за музыку Soundtrack для вот этой игры, за Soundtrack, она получила в 2016 году премию BAFTA. Что, конечно же, уникальное достижение в игровой индустрии. Road Closet. Дорога закрыта. То мы ее не найдем, пока все это не закончится. Вообще, это весьма странно. Это же я там. Зачем так грубо себя вести? Я не понимаю. Раз они так озабочены, что дороги перекрыли, то аргументов у них найдется немало. Ясно одно, пока никто из нас никуда не уедет. У него ружье было. Солдат с ружьем. В Шропшире. Весь мир с ума сошел. Я, наверное, в парламент про это напишу. Я это письмо лично доставлю, как только оцепление снимут. Пойдем, Барбара. Нельзя же весь день за пенсионерами по долине бегать. Кто вместо нас больных будет принимать? Да и мне надо выпить парацетамол. Треклятая мигрень. Парацетамол надо выпить. На самом деле, насколько мне помнится, в Британии еще в начале 80-х, или, по-моему, во второй половине 80-х, запретили парацетамол. То есть, во времени, где происходят эти события, парацетамол, он был дозволительный. Сейчас его нельзя принимать. Вот так вот. А у нас можно. Точно, у нас же там телефонная будка. Сейчас послушаем звоночек. Книжки разбросаны. Кейт, если ты это слышишь, нужно отключить оптический массив. Оно использует обсерваторию как проводник, чтобы добраться до нас. Оно распространяется за пределы долины. Кейт, нельзя этого допустить. Оно набирает силу. Я перезвоню Клаеву и заставлю его отдать приказ о бомбардировке. Не думаю, что у нас есть другой выбор. Где их это поможет? Вы слышите, нам нужна помощь. Господи, кто это? Положите трубку. Не пользуйся телефоном. Оно в телефоне. Оно в телефоне. Мощно. Яд там. Посмотрите, какая красота. Обычно в такие проекты ты заходишь, поиграть и посмотреть, чтобы просто отдохнуть. Потому что здесь просто ты уходишь в какой-то другой мир. Уникально. Просто. Смотрите, какие наитривнейшие седаны. Так, что у нас здесь? А, точно, у нас здесь тоже воспоминания. Такое же, точно. Не будь к себе так строг. У всех нас были неудачи. У тебя не было. Ой, брось. Проверим наблюдение. Уточним данные. Подадим заново. Главная идея-то здравая. Только пара ошибок в вычислении. Не заступайся за меня. Я не заступаюсь. Я думаю, что вы блистательный учёный, доктор Эпплтон. Слушай. Я ведь здесь. Мы с тобой вместе. Парад планет будет завтра, так? Ты увидел свой шанс. Провёл расчёты. Даже если они ничего не поняли. Я тобой горжусь. И это должно меня утешить? Стиви. Постарайся увидеть светлую сторону. Ты же здесь герой. Вернувшийся блудный сын. Удивительно, что тебе ещё памятник не поставили. Ты смеёшься? А я готов поспорить, что приходской совет сейчас над этим думает. С юмором. Добро пожаловать домой, доктор Эпплтон. Душа. Да, с юморком Кейт. Да уж. На самом деле, я и в школе, и в студенчестве очень увлекался астрономией. У меня есть свой телескоп. Правда, я давно и не пользуюсь. Попросту некогда. Хотя, когда есть вероятность того, что могут прорекламировать какое-нибудь астрономическое событие, мне не лень достать. Какая же музыка. Здесь, в принципе, всё показано так, как всё разбросано, как оставили люди перед тем, как куда-то исчезли. Опять же, кладовая какая-то. Велосипеды брошенные. Ну, чувство такое, как будто люди всё это бросили и куда-то удрали в спешке. Велосипеды брошенные. Велосипеды брошенные. Голос звёзд. Потрясающе. Как в школе. Когда я впервые увидела Марс. Так же волнительно. У меня даже руки дрожат. Кстати говоря, вот в игре буду разбросаны вот такие вот радиоприёмники. Довольно часто мы будем их встречать. И, по сути дела, нужно осознавать, что вот данный проект – это мозаика. Наша задача – не просто пройтись по всем домикам, послушать истории все, а собрать некую картину того, что же здесь всё-таки произошло. А для этого в данном проекте нужно обладать всё-таки немножко нестандартным мышлением. Если вы немножко философ и немножко помешаны в науке всё-таки. Поскольку эта история – это всё-таки история не просто жизни и смерти. Это история о борьбе науки и веры. То есть здесь некий подтекст, как в сериале «Остаться в живых». Если, конечно, кто-то смотрел. Я посмотрел этот сериал от начала до конца, и я до сих пор кайфую от него. Прямо как Сергей Бурунов. Вот посмотрите. Вот самое интересное, когда никого нет, но здесь вот окурки всё ещё дымят. Слышали? Прямо отголоски призрачные посетителей. Так, здесь мы не попадём. Так, здесь у нас, ох, бочки с пивом. Ну, это вот как раз пейзажи. Здесь мы их будем часто видеть. Так, посмотрите-ка. Кассетный плеер с какими-то странными наушниками. Я такие наушники вообще не припомнил. И нигде не видел. Лично. Так. Вон там ещё один радиоприёмник. Я вроде что-то вот припоминаю немножко, где что стоит. Продолжаю наблюдать, но ничего не понимаю. Область, где мы заметили структуру, больше найти не удаётся. Что-то странное. В этой части небосклона что-то с уровнем освещенности. Она кажется засвеченной, как полароидный снимок, оставленный на солнце. Полароидный снимок. Кстати говоря, если у кого-то есть до сих пор рабочий полароид, пишите в комментариях. Пользуетесь ли вы им или нет. Вот, например, у меня вот здесь есть полароид. Я не знаю, может у кого-то в коллекции вот такой полароид есть. Между прочим, он рабочий. Я в него недавно поставил кассету и спробовали. Работает. Немножко фотографирую так себе. Но надо понимать, что со временем, с годами, линзы все испачкались. Немножко помутнели. Но если кассеты удается прикупить довольно качественные, не из Вайлберрис, а конкретно из хорошего магазина, то в целом снимки получаются неплохие. Но сегодня это никого не интересует. Это чисто побаловаться. Так, здесь мы... А, да, мы здесь выходили сами, да? Да. Лепота и ностальгия. Все в кучу. Здесь почему-то дверь открыта, и ничего нет. Дальше пошли. Меня здесь тоже считают чужаком. И это должно меня услышать? Я понимаю, что это сложно. Просто говорю. Сотрудники обсерватории всегда держались особняком. Местные не слишком-то понимают, чем вы там занимаетесь. Хотите меня в церковь заманить? Нет, речь не про веру, а про общество. Будьте вовлечены в него. Будьте частью его. Доброе утро, святой отец. Погода отличная. О, здравствуйте, миссис Эпплтон. Доктор Коллинз. Женщина-ученый. Что у нас еще ждет? Доброе утро, Барбара. Подкол своеобразный. Вы на самом деле думаете, что общество пример для меня? Я вполне могу потерпеть их взгляды, если они мне мешать не будут. Все, да? На самом деле, вот Кейт, она ученый, физик, астрофизик, если полностью говорить. Она новенький человек вот в данном поселке, в городке, если уж так говорить. И ей трудно вникнуть, так скажем, влиться в это общество. И в основном львиная доля истории здесь об этом. В принципе, вот, на самом деле, этой деревушки не существует. Но разработчики, они скопировали буквально всевозможные домишки в этом округе, Шропшир, который существует на самом деле. И это получилось просто уникально. Я не знаю, сколько требуется времени, чтобы вот так досконально создавать вот такие вот картины, вот такие произведения искусства. Конечно, здесь минус большой, что мы не можем никак воздействовать, сильно как-то влиять на внешний мир. Максимум, все, что мы можем, это включить свет, отключить все. То есть, только так. И прогружать воспоминания какие-то. Пошла кровь. Так испугались. Ним развернул машину. Потом мы увидели незапертый дом. Знаю, нехорошо, но надо было умыть детей. А потом и у него кровь пошла. И у меня запачкала блудку и все так устали. Все хорошо, Аманда. Все будет хорошо. Успокойся и расскажи мне, где Нил и дети? Они на втором этаже. Они так устали. Нил сказал им, надо поспать нормально. Мы подумали, что Барбара не станет возражать, они же просто дети. Я была совсем бессила. Нила уложила их наверху. И? Уже шесть часов прошло. Ну, точно. Вспомнил. Он так и не спустился. Может быть, мы сходим вместе. И я подержу тебя за рукой, если хочешь. Ты мне поможешь? Конечно, я помогу. Нил? Нил, ты слышишь? Тяжелая история, на самом деле. Я вспомнил. Странная комната, да. Я вспомнил та самая, да. Ну, по сути дела, ситуация какова, да. То, что семья с детьми пришли в первый попавшийся дом с кровотечениями. Отец с детьми поднялся наверх и не спустился. Судя по всему, они на этой кровати и погибли. Умерли. Было ли причиной непосредственно кровотечение. Хотя, кровотечение, как по мне, это следствие того, что с ними произошло. А что с ними произошло, это уже отдельная тема. Ну, тут есть и закрытые комнаты. Ну, для ключевых моментов определенные помещения всегда открыты. Так, ну-ка, дайте-ка сюда выйдем. На самом деле, вот этот яркий свет, который там витает, да. С хвостом. Длинным хвостом. Ну, можно это списать как... Ой, как нас вытолкнуло. Можно это списать на некий дух персонажа Джереми. Святого отца местной церкви. И мы непосредственно видим его воспоминания в данном прохождении. Можно считать в данной главе. Вот один, кстати, очень интересный нюанс, о котором мало кто знает, проходя вот эту игру. Вот замечайте, как бликует пространство. Как будто и пространство, и время пытаются искажаться в данный момент, когда ты подходишь и пытаешься запустить конкретные воспоминания. Это неспроста придумано разработчиками. Это еще один ключ, чтобы понять, о чем же здесь идет речь. Ты что делаешь? Я видел, я все видел. Не подходи, не подходи ко мне. Это частная собственность. Ты людей пугаешь. Это по всей деревне. Повсюду пролезло. Так быстро. О чем ты вообще? Оно идет по проводам. Господи боже, ты выжил из ума. Где Кейт? Что ты с ней сделал? Что тебе непонятно? Оно прорвало карантин. Оно адаптируется. Отдай мне краску. Отдай, Эпплтон. Нет, отвали. Сэм, хватит. Отдай краску, придулок. Отдай сейчас. Остановите себя, как дети прямо. Стивен, вернись. Да уж. Обожаю эту музыку. Так, вот это у нас на карантине. Соответственно, туда не попасть. Так, пошли дальше. На самом деле здесь очень много домов. Но для того, чтобы, как говорится, получить полную картину, мы обязаны с вами пройти их все. И это, имейте ввиду, это только первая глава. Какая красота. Я бы здесь бы жил, на самом деле. Дали бы мне должность какого-нибудь специалиста в больнице здесь, в этом поселочке. Даже если был бы риск того, что придется там погибнуть в этом поселке. Ну, ради такой красоты пожить, я думаю, не жалко было бы. Это футбольное поле здесь. Ну, это такое. Митчел. Вот, кстати говоря, вышки всех обсерваторий, то есть башни, непосредственно в каждом, по одному большому телескопу. И, кстати говоря, каждый телескоп, он сугубо индивидуален и предназначается для конкретной цели. Какие-то телескопы служат для непосредственного исследования планет, звезд, да. А есть солнечные обсерватории, непосредственно. То есть некоторые телескопы непосредственно оборудованы для того, чтобы изучать черные пятна на Солнце. Протуберанцы, если кто-то знает, что это такое. Это знак бесконечности, если кто не знает. А что со станцией? Тоже закрыли. Теперь из долины никак не выбраться. Видать, здорово бояться гриппа. Фил думает, что это вовсе не грипп. Говорит, он 30 лет врачом работал и всякое повидал. Так вот, это на грипп ничего не похоже. По радио ничего толкового не говорят. Прошу прощения за опоздание. Вы уже начали? Да. Если честно, то обсуждать-то нечего. Объявлен карантин. Дороги перекрыты. Все дела. Никто ничего не знает. Люди пропадают. Не только пара каких-то трусишек, а гораздо больше. Никто со вчерашнего дня не видел Салливанов. Дом не запертым стоит. Я только с фермы. Ночью у Фрэнка все коровы пали. Он раздавлен. Бедняга. Мало у него было бед в этом году. Сначала Мэри, теперь Эд. Ну, если никто нас спасать не собирается, придется спасаться самим. Барбара, вместе с Филиппом пересчитай, что у нас есть из лекарств. Джереми, скажи всем собраться у клуба. Лучше, если мы пока будем держаться вместе. Я посмотрю, что у нас с продуктами. Кормить-то многих надо. На складе много чего, но... Начнем с деревенских запасов. Надо еще составить расписание дежурств. Чарли, поможешь мне? Конечно, Мэк. Я схожу в долину и поговорю с теми, кто живет на Ачибе. Навещу Лиззи Грейвс в лагере. Кто-нибудь видел Стивена Эпплтона с женой? Что у них там? Интересно обрывается... Диалог. На вопросе непосредственно. Ну, здесь, видимо, описаны все действия, которые они должны были произвести. Разделить обязательства. Какие интересные чашки и тарелки. Кто-то, скажем, не до... Как объяснить правильно? Недолюбливает эту игру. Говорит, что она довольно деревянно сделана. Как по мне, ничего более уникального. Есть, конечно, хорошие игры. Скажем, насколько я помню, про Этана Картера. Вот такая игра. Gone Home. Есть тоже вот такие своеобразные. Тоже симулятор ходил. В таком же стиле, да? Но мне кажется, по красочности все-таки хроники последних дней, они... Она выигрывает. Так я не помню, что в этом подвале. Я не могу это остановить. Ничего не могу сделать. Не успокойся. Неожиданно забылся все. Говард, подожди. Ой, господи. Святой дядь, вы целы? Ноге больно. Господи, боже мой. Кажется, я сломал ногу. Говард, приведи кого-нибудь на помощь. Никого не осталось. Никто нам не поможет. Пожалуйста, Говард, сходи за кем-нибудь, Свят. Они в свете. Я всех вижу в свете. Господи. Господи. Помоги. Вот это уникально. Прямо за душу, прямо душу пробирает. Кстати говоря, как раз пища для размышления, чтобы понять, что же произошло вот с этим персонажем. Очень интересно. Кстати говоря, вот эти блики, да, вот эти летающие, мне очень напоминают такие же блики из игры Old City Leviathan. Там вот эти витающие, как звездочки, я не знаю, как-то пыль. Она везде встречается, по сути. Во всех коридорах игры. Кстати говоря, тоже очень глубокая игра. Я до сих пор, вот сколько играл в нее, да. Там очень много текста, который надо читать, на самом деле, Old City Leviathan. Но очень глубокая, умная игра, которую надо, наверное, вот как, в принципе, и эту, надо пройти несколько раз, чтобы понять, о чем же идет речь. Так, давайте, наверное, мы сейчас не пойдем в гору, да. Давайте пойдем на отшибу. Там Джереми говорил про отшибу. Кажется, вот здесь, да? Домик. Да, точно, да. Этот момент я припоминаю. А что, нельзя сюда попасть, что ли? Да. Я хочу туда попасть, ребят. Так. А это окно такое. Так, здесь я не пройду никуда. Вон, кстати, церковь. Ой, 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 ой. Мэк? Мэк, ты здесь? Да, я в гостиной. Слишком много пустых домов сегодня. Деревня практически опустела. Голова страшно болит. Ты телефоны проверял? Нет. Я думал, связь не работает. Какие-то странные помехи идут. Кажется, я слышала что-то вроде чисел. Голос похож на ту американку. Кейт? Она еще жива? Ее никто не видел. А Чарли вернулся? Нет, пока нет. Мне жаль. Ничего, святой отец. Ступай дальше. Я пока тут останусь, отдохну. Спи спокойно. И что-то мне подсказывает, что все-таки она здесь умерла. Таблетки. Опять кровавые салфетки на полу. Так. Видите, вот эти ранние обогреватели, такие каменчики электрические. Видите, вот идут некие цифры. Опять же, эти цифры, так скажем, перечисляет Кейт. И почему-то указана непосредственно одна из обсерваторий. Одна из башен. Так, сюда мы не пройдем. Так. То же самое и в телефоне. Там вроде дверцы открыты, только я не пойму, как туда попасть. Насколько я помню, я туда ни разу не попадал. Не знал, как пройти. Мэган Холлоуэй. Жалко, что здесь нет такой функции для того, чтобы увеличить картинку, чтобы прочитать, что там написано. Мне кажется, это все-таки упущение. Какие же все-таки раньше были громоздкие компьютеры? Ну, зато была некая романтика во всем этом. Ладно, свет выключим. Здесь все закрыто, закрыто, закрыто. Ну, здесь львийная доля помещений закрыта. Здесь в основном открыты только те помещения, которые очень важны, чисто исходя из сюжета. Какая же красота. Вот кто здесь бы не пожил. Кстати говоря, многие игроки жалуются, что здесь очень медленное, во-первых, поискование. И то, что очень медленно идет вот наш персонаж. Хотя, как по мне, тот, кем мы играем, на самом деле, никакой не персонаж. Мы просто третье лицо, которое отрешено от повествования. То есть нам рассказывается попросту эта история. Не более того. Я три часа наблюдала за структурой. Записывала. Накопила больше трех мегабайт двоичных данных. Пока структура не повторяется, но определенная симметрия в ней есть. Несмотря на изъяны. Три мегабайт. Сегодня даже одна песня три мегабайта не вешает. Ну, конечно, для 80-х это было что-то с чем-то. Там килобайты занимали. Я не знаю. Сколько там стоили только килобайты, если приобрести. Я уже не говорю про мегабайты. Так. Что у нас здесь? Тут тоже заперто. По сути, так скажем, отцепили весь поселочек по периметру. Если бы так считать, органы безопасности, как по мне, здесь это... Совсем не та тема. Отцепили попросту, чтобы жители застряли здесь без шанса спастись. Так, мы внизу там были, да? Вот в этом домике мы не были, насколько я помню. Да, кстати говоря, вот здесь мы не были. Я что-то... А, точно, да, здесь тоже есть радиоприемник. В шестой башне неполадки с электричеством. Свет течет, словно превратился в жидкость. Кажется, у него есть цель. Там что-то внутри. Стивен? Стивен, это ты? Там, наверное, просто картина на стене бликует. Тут что-то испугался. Раньше не замечал такого. Но самое интересное, что в дом тоже не попасть. А не под карантином эти домики. Точно. Очень интересно. Но вы заметили вот этот интересный, такой своеобразный момент относительно того, как ведет монолог Кейт. Ну, когда записывает те или иные моменты. Например, относительно того, что как только она увидела свет и заметила что-то в свете, да? И сказала, Стивен, это ты? Видимо, она в свете увидела Стивена. Что это может значить? Вот давайте теперь думать. Увидимся у Чарли. Пока, Венди. Я говорила с Барбарой. Она сказала, что с морфием для Мэри что-то было не так. Господи боже. Меткарту посторонним нельзя показывать. Барбаре, не надо было с тобой об этом говорить. Если доктор Уэйт об этом узнает, ему придется отстранить ее от работы. Ох, Бенди. У твоего брата горе. Мэри долго болела, и я рад, что для нее все закончилось. Ты должна поддержать Фрэнка. Бог знает, что ты сделал не так. Он все видит. Я молилась, чтобы он помог Мэри. Но ты! Ты же служитель церкви. Если я... Ты позоришь ее! Если я что-то сделал не так, напиши епархиальному епископу. Меня ждут и другие прихожане. Прошу прощения. Жестко. Хотя по мне все-таки надо понимать, что священники это не всесильные. Они-то что сделают? Ну если человек тяжело болен. Пусть даже, я не знаю. Ну онкология четвертой стадии. Ну что здесь может сделать банальный священник? Постоянные упреки. Ладрес несчастного Джереми. Неизвинителем ты всякий человек, судящий другого. Ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя. Не творите милостыни вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас. От Матфея, глава шестая, стих первый. Не моего суда тебе нужно бояться, святой отец. Впрочем, ладно. Я поговорю с Барбарой. Попрошу ее повесить объявление о дополнительной службе. Сгодится? Ну да, несчастный Джереми. Да, этот шарик нас в спокое сегодня не оставит. Тут игрушки везде разбросаны, чемоданы. Опять же, намек некий на то, что якобы все жители все бросили и в спешке уехали отсюда. Ну, зато какая аккуратная деревушка. Все домики построены вокруг детской площадки. Я бы в таком городке бы с удовольствием пожил бы. На каникулах. Это было не случайное физическое явление. Я не понимаю пока полностью, но это точно не случайность. Все часы, то, что случилось в шестой башне, это все намеренно. Это попытка передать нам послание. Угу. Вот здесь уже есть некий намек на нечто сверхъестественное. Так. Давайте пока в этот дом не пойдем. Давайте для начала мы пройдемся по тем домам и потихоньку будем подниматься наверх. Я считаю. Потому что там тоже есть очень важные моменты, которые мы не должны упускать. Какая красота. О. Бенжамин, Джорджи, не трогайте, вдруг у нее блохи. А что они делают, Амандра? Нашли еще одну мертвую птицу. Жаль, что никто их не убирает. Говорят, эпидемия гриппа. Наверняка перекроют дороги и станцию нашу остановят так, что меры уже принимаются. Господи, боже. Наверное, с гриппом все-таки плохи. Никто не хочет рисковать. Но если подумать, вдруг ты хочешь отвезти детей в Уайлс? Сейчас еще не поздно. Спасибо, Барбара. Поговорю с Нилом. Посмотрим, что он скажет. Джорджи, Бенджамин, прошу же. Да, у всех на уме только эпидемия гриппа. Опять голоса призрачные. Детские голоса. Насколько помню, на мосту, да, точно, да, на мосту тоже что-то есть. Есть интересный момент, который мы должны раскрыть. Теперь еще и Кейт виновата, да? Интересные у них взаимоотношения. Посмотрите, какая картинка. Давайте я заскриню. Так, сейчас вот этот эмблема сохранения пройдет. Я хочу себе заскринить эту картинку. Ну, очень красиво. Все. Пойдемте дальше. Так, будто немножко потемнело. Нет, это не от того, что... Что-то перезагрузилось. Здесь солнце просто уходит за облака, а потом опять появляется, да. О, это что у нас? А, точно, точно, да, вспомнил. Это у нас... Ничего себе, какая реабь идет. Это какая-то газовая бомба, судя по всему. Да, газ, газ. Вот теперь более ярче стало. Тут просто очень-очень красиво. Ночь звезд. Приглашение какое-то. На астрономические наблюдения. Вот мы тоже в поселке живем, да. Очень жалко, что у нас-то вот такие интересные выходы не устраивают. По крайней мере, даже если устраивали, меня почему-то не приглашали. У кого-то есть хорошие телескопы. У меня довольно-таки любительские. Я всегда хотел себе взять какой-нибудь рефрактор мощный. С хорошими окулярами. Опять же, если выходить, наблюдать, это надо, чтобы было довольно высоко. Чтобы небо было чистое подальше от городской линии. Поскольку городской свет, да и в поселке, кстати говоря, не слабенький свет. Это вот световая грязь. Она мешает наблюдениям. Я думаю, вот такое место, как Ятан, это прекрасное место для того, чтобы проводить астрономические наблюдения. Лучше даже не придумаешь. Господи, что за звуки? Жутковато. Красота и жуть в одном флаконе. Магнитное поле мешает телефонным сигналам и всей электроники вообще. В трубке слышны голоса. Это в 4 утра. Наверное, все смотрят на свето-представление. Вот так, да? Тут разные предметы обихода. Опять же, ракетки, краска, клей, момент. Конечно, чтобы поддерживать красоту в таком саду, нужно немало усилий. Это что за книжка здесь? Короче, переводите, ребят. Что-то про бабочек, короче. Какая красота. Прямо арка из роз. Жалко, у нас уже зима. Сегодня такой снег навалил. Прямо двухмесячная норма осадков. У нас вот в Иркутске навалит очень быстро. И почему-то всегда снег идет обильно в мой день рождения. Так, дальше пойдем. Да, точно помню. Вот это у нас больница. А это, по-моему, я не припомню, что это то ли автосервис, то ли заправка. А ну-ка. Это пустой домик. Здесь у нас тупик, не тупик, не знаю. Точно, здесь тупик. Надо сделать круг. Да, здесь мы сделаем кружочек. Ну, хотя мы здесь просто сделаем крюк. Лучше давайте тогда спустимся вниз. Изучим дома внизу. Все, которые остались. Да, потом вернемся наверх. Ну, у нас сейчас больница впереди. Опять кровавые салфетки везде. Детские игрушки. Телефон где-то звенит, я не припомню, где-то телефон звенит. Доктор Уэйд, у вас будет пациент, и очередь уже в милю длиной. Отправь их в клуб вместе со всеми, Барбара. Будь любезна. О, Господи, сколько. Мне позвонила миссис Гейблс и сказала, что ее муж пропал. Ей страшно. Говорит, что у него кровь шла из ушей и носа. И что я могу сделать? Черт побери! Пока не снимут карантин, никуда мы не денемся. Пусть пьют побольше, одеваются потеплее. И делают, что вилят по радио. Доктор, Фил, пожалуйста, пациенты на тебя надеются. Твой волос. Видимо, тоже закровил. Интересная тема. Ну, как по мне, есть уже некая связь. Я думаю, вы уже догадались относительно того, что вся история с кровотечениями из носа это все история воздействия газовых бомб. В предварительный диагноз повышенное внутричерепное давление из-за стремительного роста опухоли в гипоталамусе. Мыслительные функции пока не пострадали. Не считая ужасной мигрени. Кровотечения также участились. Выходят темные сгустки. Я умираю. Это точно не грипп. С таким я не сталкивался. Да и опухоль не может расти так быстро. Естественно. В сгустках заметны включения. Не могу их описать лучше, чем жидкий свет. Понятно не имею, что это за феномен. Вот так. Еще одна пища для размышления. Господи, опять за мной мечется. Ну разве не красота? Да вы посмотрите. Я уж чувствую, здесь настолько реально было красиво, что решили от всех избавиться. Тебе надо принять решение, Лиззи, сейчас. Но я люблю его святой отец. Обоих люблю. Он женат. Затронутые другие люди... А разве есть у кого-то право вещать мне с позиции морали? Как по-вашему? Я понимаю тебя насчет Стивена и Роберта, но думаю, Кейт иначе на это смотрит. Правда? Она, конечно, ни с кем другим не трахается. Прошу прощения за мой французский. Но сутки на полюс сидит в обсерватории. Они со Стивеном почти не видятся. Что же это за женат? Не совсем детские темы тут. Поэтому с ребенком здесь особо не посидишь, не поиграешь. Хотя, по сути, ребенок здесь ничего и не поймет. Здесь очень красиво. Но весьма заумно. Могу точно сказать одно. Такие игры, это игры на десятилетия вперед. То есть, они всегда актуальны. Это не то, что там включил, поиграл, пострелял, да, и отбросил в сторону. То есть, игры без какого-либо смысла. У каждой истории, как и у игры, я считаю, должно быть начало, середина и конец. Как и у любой книги. Как и у любого фильма. Поэтому я сторонник вот таких вот вещей. Так, здесь я был, не был, не знаю. А тут заперто вообще даже. Сюда, наверное, не попаду. Ладно, пойдемте тогда. У нас, по сути, осталось только... Да. У нас осталось две точки, получается. Вот эта заправка. Автосервис. И вот тот крайний дом. Вы посмотрите на бензоколонки середины 80-х. Да, увидел и сразу вспомнил, что у меня эти протектора в зимние уже стерлись. Надо, короче, шипы покупать. Сегодня было очень скользко ехать обратно с города. Мак, ты только посмотри. Не может быть. Чарли! Джереми думает, что кто-то градил пустые дома. Говорит, очень много всего унесли. Что такое? Кажется, кто-то собирал свои собственные припасы. Ублюдок. На складе хватит еды для всей деревни на несколько месяцев. Надо взять грузовик. И что, все забрать? Почему бы и нет? Это... Щекнутый Стивен Эбблтон. Я его убью нахрен. Сэм, да все хорошо. Нам лучше поспешить, пока погода не испортилась. Ты идешь? На обратном пути заскочим в лагере, заберем Рэйчел. Да. Жестко. Матью гонится. Да. Вот недобитый ремонт. Все брошено. Зато как прямо детально воссозданно все прям весь быт работы на заправке в целом. То есть быт сельский. Все прямо доработано до нюансов. Как вы считаете, вам было бы жутко вот пройтись по такому поселку, где никого нет, ни одной живой души? не открывается. так, эти сарайчики тоже закрыты. Насколько помню, вот эти сарайчики, они вообще закрыты туда же, даже спасла нету. Вот, посмотрите, какая красота. Написана картина. И оставлено. еще одно воспоминание. Поскольку я знаю, ключевой уже. я увидел тебя с главной улицы. Теперь люди редко выходят. Я искал доктора Уэйта. Послушай, Фрэнк, я не знаю, что случилось, но Стивен считает, что это он виноват. Это точно. Он сказал, что Кейт еще в обсерватории, но ворота ведь заперты. Фрэнк, нас должны скоро спасти. Пришлют самолеты или что-нибудь еще. А-а-а, пришлют самолеты. Это его структура. Мы же в самом центре. Если власти захотят это остановить, нас тут всех и перебьют. Вот так вот. Тут заперта. начался звон колокола. Звон колокола. По сути дела, нам пора возвращаться в церковь. Посмотрите, сколько крови. видимо, хорошенько его разбарабанило. тут все закрыто. Точно здесь мы ничего больше не посмотрим и не увидим. Я понимаю, нам уже возвращаться в церковь. Да, можно возвращаться. И тут, смотрите, везде вот эти салфетки с кровью разбросаны. везде и всюду. Так, здесь мы вроде все посмотрели. Так, ну, пойдемте в церковь что ли. очень красиво. Мне даже нечего добавить. Это действительно очень печальная история. Ты там? нечего? Ты слышишь меня? Слышишь, сволочь? Ты всех забрал. Всех. Иисусе, помоги мне, Господи. Дай мне сил. Алло, есть кто? Еще есть кто-нибудь? Значит, ты еще тут? конечно, как же иначе. Ну, давай. Заканчивай уже. Мне надо вернуться к прихожанам. Бог. Чувствуете вот эту силу, я не знаю, как это объяснить, то ли божественную, то ли сверхъестественную. Но на этом этапе я могу сказать, что разработчики просто сделали великолепную работу. То есть эта история, эта игра, она работает на эмоции непосредственно. То есть она будет в нас вот то самое, то чего мы желаем, когда мы смотрим какой-то фильм, слушаем какую-то интересную музыку, мелодию, то, что в нас вызывает вот эту бурю эмоций, чувств, переживаний, воспоминаний. Ну что ж, запустим наше окончательное воспоминание в этой главе. Во всей Земле проходит речь их. До предела Вселенной слова. Солнцу поставят, он шатёр в них. Отче наш, сущий на небесах, досветится. Вот такая вот история. Вот так закончилась история Джереми. И как по мне, вот на этом этапе закончилась сама жизнь Джереми. Считайте, как хотите. То ли он вознёсся, или просто умер, или как-то по-иному. Это уже пища для размышлений, для каждого из вас. Красота. Эх, ну что ж, ребят, я думаю, на этом мы сегодня остановимся. Сегодня мы прошли первую главу, историю Джереми. Дальше я, честно сказать, не припомню, чья история пойдёт. Но, насколько я помню, здесь вроде 5, то ли 6 глав. Если вас эта история зацепила, я, честно сказать, очень рад, что сегодня мой день рождения. Я, наконец, выбил время, чтобы пройти эту игру. Это действительно что-то с чем-то. Ещё раз. Если вам интересно, я буду делать прохождение и дальше в этом же ключе. Честно сказать, я хочу сделать прохождение данной новеллы вместе с вами до самого конца. Что касается осмысления того, что здесь произошло, ну, пишите свои комментарии, свои некие предположения, что же здесь могло произойти. Я восприму любой ваш комментарий, с удовольствием даже прокомментирую. Если что, упомяну в следующем прохождении некоторых, особенно отличившихся, кто действительно ближе подойдёт к осмыслению данной истории. Я думаю, нам будет очень интересно. Так что, ребятушки, спасибо вам за то, что сегодня были со мной. Я очень рад тому, что мы сегодня сделали с вами. Всего вам хорошего, наилучшего здоровья вам и вашим близким. Что могу ещё сказать? До скорого. До следующего прохождения. Субтитры сделал DimaTorzok